как я выгляжу? выгляжешь, Лидочка, ты всегда прекрасна. Лидунь, вчера мы наобещали гор золотых, но надо же свои обещания выполнять. Конечно, я же человек слова. Сказала, пацан сказал, пацан сделал. Вот так, поняли? Вот так. Чтобы вы понимали. Всем привет, вы на канале всего понемногу из Германии. Ребята, мы в гостях у Лиды, гостям зашедших на канал и новым подписчикам. Лида, это мой большой друг, теплый человек, дружим мы давно. Канал Лида с привоза. Если будет желание, заходите на канал. Много рецептов. Это одесские какие-то хитрости, тонкости. Сегодня у нас два рецепта. Я вам сниму. Это грузинская кухня. Вот я недавно приехала из Батуми, а теперь я хочу сравнить. Потому как у Лиды муж из Грузии, у нее родители родились в Грузии. И то есть с детства это она училась от мамы каким-то тонкостям, секретам. И так пошло, пошло, пошло. Но я это не пробовала. Вот я когда была в Батуми, говорю, Лида, вот мы сидим в ресторане, чадо. Ты можешь? Я говорю, что это такое? Она мне сказала. Потому что, знаете, там таких вот слов появлялось много. Я, конечно, я ей показала. Говорю, Лида, вот смотри, это какой-то такой. Я говорю, а ты меня испечешь, когда я приеду? Я шуткой. Она говорит, вообще без проблем. И вот я приехала в гости, и мы решили вот это полезное с приятным. Вчера мы, конечно, надурачились, наговорились, насмеялись. Но это вот море удовольствия. Душа открылась. Потому как я ее давно не видела. Скучаешь за этим человеком? За ней невозможно не скучать. Это такое предисловие вам к рецепторе. Ребята. Так что смотрите, пробуйте. И потом пишите комментарии. Кто пробовал, кто был в Грузии, что понравилось. В знак вашей благодарности и привета жду от вас короткий комментарий. Я на канале всего понемногу из Германии. Не подумайте, вы не на канале Лида с привоза. Видите, повар уже взял венчик. Она вчера вам наобещала огур золотой. Всем здравствуйте. Так что смотрим. Сделаем грузинский мчадо. Называется мчадо, но я говорю на своем языке. Просто чадо. Покажу из чего и как. Но это вкусно. Поехали. Так, значит у нас девулечки. Молочко. Одно яйцо. И ложечка сметаны. Сметану можете взять любую, но у меня 20%. Ложечку сметаны. Соль. Солька у меня меленькая вот такая, девочки. Чайная ложечка. Разрыхлитель. Пакетик. И это все мы взбиваем венчиком. Тогда вот так вот хорошенечко соединилось яйцо, молочко, сметанка. Муку я беру полкилограмма. У меня килограммовая пачка, но я сыплю на глаз. Это кукурузная мука, да? Да. Это мы хорошенечко мешаем. И сюда у нас еще идет, девчонки, сливочное масло. Так, девочки, масло у меня грамм 50, но мягенькое. А вот слева это камера с центрального телевидения Германии. Теперь смотрите, девчонки, видите, у меня жидковатое получилось тесто. Я добавляю еще чуть-чуть муки. Чуть-чуть. Лида, сколько теста стояло? Какое оно уже стало? Вот такой структуры. Ну, с ложки ты его будешь, да? С ложки, да. С ложки. Что, как грузинский хлеб? Типа оно как подается, как хлеб. Да, грузинские мчады, так оно и называется. Все, окей. Пояснила. Будем делать сравнение батумские мчады и те, которые Лида их готовит. Я готовлю по старинке, как моя мамуля учила. А мама тоже их и делала, да? Ну, конечно. У меня папа родился в Батуми, мама в Тбилиси. Лида для меня загадка. Я вот видите, в этом рецепте что-то новое про нее узнаю. Рецепт блюда узнаю и Лидан кусочек какой-то жизни. Потому что, ребята, чтобы вы понимали, мы... Сколько, Лида? Два, третий год мы дру... Третий год. Третий год. Побольше, кто хочет обо мне узнать на моем канале. Я там много всего про себя рассказываю. Мои дорогие, вот посмотрите, какой текстуры должно быть тесто вот такое. Так, и обязательно водичка. Водичка, чтобы мочить руки. Чтобы были более одинаковые, вы уже ложкой берете сами и формируем обычные котлетки. Типа люляшки. И отпускаем на сковородочку. Все, Лида перевернула их вот так вот, золотистенькие. Ну, можно, я бы еще как бы чуть-чуть поджарила, аж подпалить, мастер. А так, например, как я, я прямо люблю, вот как и Люда говорит, до горелого цвета. Девулечки, раз, два и все готово. Вы же видите, а готовили мы вместе с вами. Так что я советую вам тоже приготовить, вам понравится. Ну, а вердикт скажет вам Людмила Батьковна. Посмотрим. И ждем ваших комментариев. Пишите в комментариях, а кто пробовал печь это, кто был в Грузии пробовал это блюдо. Но я сейчас попробую и скажу вам честно, могу я сравнить это с батунскими или нет. Так, снимаем пробу. Сейчас сюда сметанку. Я взяла такой небольшой, то есть кукурузной муки, вот такой вот солнечный-солнечный пирожок. Как я забуду, Лида, как этот пирожок называется? Ребята, оно без обид. Я скажу честно, это намного вкуснее. И по всей видимости, надо, чтобы тесто, ну вот как у Лида, оно видите, не сильно забитое было. И само тесто получилось такое рассыпчатое, пушистое. Но я не хочу сказать, что ой, там я ела невкусно. Нет, оно и то, и то вкусно, но это мне понравилось больше. Но это еще не все. У нас на подходе тесто. Мы же сейчас будем делать аджарские грузинские лодочки, которые с сыром, с брынзой и с яйцом. Это смотрите уже в следующем видео.